Прошу вас. Сахаров Сергей Владимирович, глава администрации города Суздаль в Владимирской области. В соответствии с вашим указом, Владимир Владимирович, в 2024 году мы будем праздновать тысячелетие города Суздаля. И с 2014 года губернатором Сталин Юрий Норлов идет большая работа подготовительная по этому вопросу. И многие объекты социальной инженерной инфраструктуры уже реставрируются. Но сегодня хотелось поговорить не от города Суздаль, а от малых исторических городов, которых в России более 200, и город Суздаль имеет к этому непосредственное отношение. Мы в первую очередь заинтересованы в развитии создания комфортной городской среды в таких малых городах, поскольку мы ее формируем не только для своих жителей, но и для многочисленных туристов, которые эти наши города посещают. Как обычно, в наших малых исторических городах живут особенные люди с особой ментальностью, требовательные, заинтересованные во всех процессах и, собственно, воспринимающие все, что происходит в городе, как свою личную историю. И люди, которые не только пронизаны самую сутью исторического города, но они несут на себе бремя ответственности за содержание памятников архитектуры, порой в которой живут, скажем, в городе Суздале вместе с охраняемыми региональными и федеральными памятниками. 307 памятников гражданской архитектуры – это индивидуальные жилые дома и многоквартирные дома. А малоисторические города – это вообще огромная ценность для России. Развитие таких городов – это не только самоцель с малым муниципалитетом, но, мне кажется, это задача для всей страны. Наши города нужно рассматривать не как отдельные субъекты туристического осмотра, а как целостные объекты городской инфраструктуры, как целостные объекты туристической привлекательности. И на примере города Суздаля можно показать следующий пример, что налоги, которые забираются с 10 тысяч жителей, они по сути своей используются на содержание инженерной дорожной инфраструктуры, которой пользуются более полутора миллионов туристов в течение всего года. Но ресурсы у таких малых городов точно такие же, как и у всех обычных. Это налог на доходы физических лиц 10%, это налог на землю и налоги на имущество физических лиц. То есть мы не имеем никакой прямой заинтересованности в количестве туристов, которые приезжают в город. А если этот город имеет федеральный статус исторического поселения, то здесь колоссальные проблемы ложатся на муниципальное образование с точки зрения развития самого муниципального образования. Это в первую очередь касается охранных обязательств. Это является темой обсуждения различных общественных объединений и ассоциаций. Ищутся инструменты развития исторических поселений. И есть некоторые идеи уже. Например, для каждого исторического поселения разработать индивидуальный план развития, обеспечить его выполнение за счет участия в государственных программах и межбюджетных трансфертах. Также есть идея для исторических поселений увеличить процент отчисления по налоговым доходам физических лиц. Также забота наших жителей – это жители-собственники, которые проживают в охранных... Сейчас, секундочку, по поводу НДФЛ. Что? Увеличить процент отчисления. Сегодня, скажем, город Суздаль получает 10% налоговым доходам физических лиц. 85% забирают район и 85% уходят в регион. И часто тема обсуждения в ассоциациях малых туристских городов, что большую часть от НДФЛ оставлять именно в исторических поселениях или в малых исторических городах. На завтра все города и малые миссии НДФЛ будут историческими. Мы об этом тоже думали, что наш пример будет заразителен. Но идея перспективная. Давайте подумаем. Все-таки Суздаль у нас один. Для жителей-собственников, которые проживают в объектах культурного наследия, возобновить плату компенсации затрат, связанных с реставрацией собственных объектов. Ну и, конечно, я понимаю, что наши предложения, они от небольшой группы муниципальных образований исходят, но, тем не менее, очень просим дать поручение правительству с тем, чтобы поработать наши вопросы и найти заинтересованные нитки в развитии наших территорий, особенно исторических поселений. Еще я хотел бы добавить наших коллег. У них прозвучало предложение о поддержке программы по вовлечению граждан в работу с муниципальными органами власти. Здесь хотел бы выделить особую категорию, это было бы справедливые исторические поселения. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое за выступление, за предложение.